Ранним утром в Уфимском аэропорту встречали уже семикратную чемпионку мира по стоклеточным шашкам Тамару Тенцекужину. Именитая башкирская спортсменка одержала в Польше победу над соперницей Натальей Садовской и защитила свой титул. Никто не хотел проигрывать и никто не хотел уступать. Она меня моложе, она более успешная в матчах. Мне было вдвойне тяжелее, чем обычно. Чемпионат мира по шашкам проходил в Польше с 23 апреля по 3 мая. Напомним, что во время четвертого раунда в игру вмешалась политика. Организаторы убрали со стола с ревнующихся российский флаг. После они объяснили, что сделали это под давлением Всемирного антидопингового агентства. Тут помимо спортивных, спортивные составляющие были, политические аспекты были затронуты. Я поняла, что уже здесь затронутое что-то такое очень тонкое, чувствительное место и очень многих россиян. И тут нужно было просто выложиться по максимальной, что можно было не жалея себя. Такой поступок организаторов, признается Тамара, обескуражил ее. Тогда спортсменка проиграла. Позже организаторы извинились перед ней, а ее оппонентка убрала флаг Польши в знак солидарности. В заключительном раунде наша спортсменка догнала лидирующую пачкам соперницу и оставила последнюю игру за собой. Кинулась как лев на соперницу. Сразу удалось отыграться, сразу. Там сложный я план проводила. Я там, когда там спрашивают, я говорю, я повторно бы не решилась. Он был настолько опасным, там это на окружении играет, это очень сложно. То есть в любой момент может перевернуться и тебя просто центром раздавят. Ну это я, терминологии шашечные уже. Но в последнем туре она, конечно, уже полностью, видимо, вошла в роль победительницы. Я не знаю, где-то она концентрацию, может, потеряла. Вот удалось последней рапид выиграть. Сейчас Тамара планирует отдыхать и восстанавливаться после тяжелых состязаний. И не исключает, что когда-нибудь напишет книгу об одной из самых тяжелых игр в ее жизни. Продолжение следует... Продолжение следует...